Хорошие новости. На мою участь выпало еще пару стен, где я могу не кисло так разрисоваться. Находятся они в одной мото-мастерской, которая принадлежит Андреевску Кирцу. Заряженная по полной. Здесь есть все для того, чтобы поставить вашего двухколесного друга на ноги. И не только. Единственный минус – это скучные белые стенки, с которыми мне предстоит поработать. Все эскизы уже готовы и утверждены. Осталось лишь перенести их. Это будет детальная и сложная роспись, но я к этому готов. С геометрией тут в принципе все понятно. Но вот когда я смотрю на персонажей, то вижу какую-то кашу. Сейчас будем разбираться. Джонни, релакс! На первой стене я изображу мощнейший лакшери муравей, на котором пацаны рассекали зимой 2017-го. Дикая штука. Достойная, чтобы ее увековечить. Я потихоньку начинаю заполнять черный каркас, чтобы было понятно, куда какой цвет нужно закидывать. Заранее этого не делал по личной причине. Так интереснее. Первый раз решил попробовать снять процесс в жанре таймлапс. Поверхность стен довольно бугристая и рельефная, поэтому каждый сантиметр приходится прокрашивать крайне тщательно. Краска ровным слоем ложится неохотно. От этого и появляются постоянные пробелы. Чтобы их исключить, одно и то же место требует многократного нанесения краски. Это крайне геморройно. Ну а что поделаешь, смиряться с некачественным прокрасом я не намерен. Стоит ли говорить, что подобный подход требует гораздо больше времени, чем изначально я запланировал. Плюс после высыхания акрил выглядит не так насыщенно. Видни лица недокрас, и все это приводит меня к нанесению последующих слоев. В совокупности всех этих нюансов время, потраченное на роспись, увеличивается в разы. Один из логотипов я решил выполнить трафаретом. Важны пропорции и соотношение между элементами, поэтому и трафарет. Он поможет мне отбить все ровненько, ну насколько это возможно на таких стенках. Как вы можете заметить, кое-какой объем работы я уже завалил. Появились основные цвета, в которые я буду выполнять все оформление. Собственно, это логотип одной мотогруппировки, в которой состоит Андрей. Его разместим в самой крайней части стенки. Забегая вперед, скажу, что это не единственный логотип, который я буду выполнять в трафаретной технике. Отбивать его буду губкой. Обычно этот вариант позволяет добиться довольно аккуратных линий. Но только не в этом случае. Я пока этого не вижу, но краска нехерова так сползает по фактуре под трафарет. Не критично. Все можно исправить кистями. В этот раз использую суперматовый интерьерный акрил P-Rate. Взял на оценку. Посмотрим, что за фрукт. Пришло время намесить оттенков. Как ни крути, одним цветом тут не обойдешься. Объем-то нужно как-то создавать. Ну а че удобно. Капнул черного, вот тебе и оттенок потемнее. Капнул беленько и посветлее. Уже жить можно. Чисто теоретически вообще одним цветом можно обойтись. Калируй просто побольше разных тонов и все. Черный основняк уже подсох. Можно продолжать. Посмотрим, как перекроет его белый цвет. Как вы уже знаете, светлой краской перекрыть темную довольно трудно. Любопытно, что же у нас получится в этот раз. В целом вполне достойно. Повторяюсь, проблема лишь в поверхности. Видимо придется проходиться кистью еще раз. Пока выглядит паршиво. Особенно вблизи. Ладно. Оставим пока так до финальной доработки. На протяжении всей моей художественной работы пацаны параллельно крутили гайки. Снимали видосы. Было весело. И совсем не скучно. Все постоянно прикалывались. Приятные деньки. Во. Рама в роли надзирателя. Чтобы я не отлынивал от работы. Каждый мотивирует себя по-своему. Не осуждайте. Под финал у меня всегда так. Кажется, что уже все готово. Но ты все равно сидишь и что-то доделываешь. Мразь. Блин. И самое это стоит в том, что картинка от этого уже не меняется. Значит пора загругляться. Хорошо. Оставлю все пока в таком виде. Хоть и понимаю, что потом все равно вернусь к ним. Но уже с незначительными доработками. Думаю, нужно добавить еще шестигранников. Хаотично. На них смогут связать композицию поплотнее. Но это будет значительно позже. Уже после того, как я нарисую всех задуманных персонажей. На месте, где у муравья передняя фара, будет вмонтирован светильник. Потом постараюсь обыграть его, чтобы выглядело правдоподобно. Следующим этапом будет работа над левой стенкой. Там уже кое-что размечено. Ребята, если кто еще не в курсе, доношу до вас. Группа ВВК разбанена. И ее стеночка ждет ваших работ. Закидывайте в предложку. Будем все дружно оценивать. Как выглядит роспись левой части мастерской, вы можете спалить в инстаграме. Причем намного раньше, чем выйдет видос. Призгляни вот на эту тему. Покрышки самое заебистое. Похоже, знаешь, на что, когда в козетах была такая, ну или в козетах, в комиксе, по номерам проводишь линии. А, да, 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 да. Какой задроченный движок. Задроченный движок? Ну, в том плане, что, блядь, с тупой талии. Да. И пацан задроченный какой-то. Нормальный пацан. Все, я погнал дальше красить. Ждите вторую часть. До скорой.